В прямом эфире новости на телеканале Дом. С вами в студии работаю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Почти в три раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших. За сутки в Украине побороли недуг 13 850 человек. Новых случаев коронавирусной инфекции 5334. Лидеры по суточному приросту Киев, Одесская, Запорожская, Черкасская и Полтавская области. Тем временем Украина готовится к ужесточению карантина с 8 января. Какие товары будут доступны в магазинах, а какие только по доставке, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Торговля исключительно товарами, что належит к продуктам харчувания на торговельных площадках, не менее 60% которых призначено для торговли продуктами харчувания. Лекарственными засобами, выработками медичного призначения, засобами гигиены, засобами связку, ветеринарными препаратами, кормами, насильными, засобами захиста рослин, торговельная деятельность, іншими группами товаров может отбываться только с действием адресной доставки замовлений. Около 6,5 тысяч украинцев оштрафовали за то, что они встречали Новый год без маски. Об этом сообщил глава нацполиции Игорь Клименко. Речь идет о нарушителях масочного режима в общественных местах. Напомню, с ноября прошлого года штраф за неношение защитных средств составляет от 170 до 255 гривен. А владельцев бизнеса за посетителей без масок предлагают наказывать суммами от 3400 до 5100 гривен. Законопроект прошел первое чтение. Великобритания уходит на изоляцию. Там уже третий раз вводят жесткий локдаун, который продлится до середины февраля. В Польше утомленные карантином предприниматели пытаются обойти правила. А в некоторых странах южного полушария жизнь возвращается в привычное русло. Подробнее в нашем сюжете. Новый локдаун в Великобритании. Выходить из дома можно не более чем на час и только в отдельных случаях. За товарами первой необходимости, к врачу, для занятий спортом и если нет возможности работать дистанционно. Магазины открыты только с товарами первой необходимости, рестораны только на вынос. Школы и университеты работают в удаленном режиме. Такие ограничения вводятся минимум до 15 февраля. Количество пациентов с COVID-19 в больницах увеличилось почти на треть за последнюю неделю, до почти 27 тысяч. Это число на 40% выше, чем было во время первого пика в апреле. Понятно, что нам нужно делать больше вместе, чтобы взять этот новый вариант вируса под контроль, пока вакцины внедряются. Поэтому мы должны ввести достаточно жесткую национальную изоляцию, чтобы сдержать вирус. В других странах тоже не спешат снимать ограничения. В Польше с конца декабря закрыты катки, горнолыжные трассы и торговые центры. Однако предприниматели умудряются обходить меры, чтобы не остаться без заработка. Ледовая арена в городе Щецин теперь работает как цветочный магазин. Вы вносите предоплату за цветок, большой или маленький. Затем получаете билет, попадаете на так называемый склад, где можете свободно перемещаться, как в любом другом магазине или на складе. Де-факто это розничная торговля, которая может оставаться открытой. Власти быстро отреагировали на такую находчивость. Работники санитарной службы пришли к выводу, что это не цветочный магазин, а ледовый каток. Поэтому было принято решение прекратить эту деятельность. Тем временем в других странах привычная жизнь понемногу восстанавливается. В Кении впервые с марта прошлого года открыли школы. Там в самом маленьком классе 82 ученика, а в самом большом – 104. Я не хочу, чтобы дети оставались дома. Хочу, чтобы они продолжали свое образование, пока им в школах будут доступны дезинфицирующие средства и вода, чтобы мыть руки. А вот в Камбодже снова открыли школы, музеи, развлекательные заведения, бары и спортивные стадионы. Они были закрыты больше месяца, но камбоджийцы не спешат радоваться. Я беспокоен тем, что мы можем заразиться, но вижу, что мы, камбоджийцы, следовали инструкциям правительства по ношению масок, мытью и дезинфекцию рук, социальному дистанцированию. Поэтому я думаю, что у нас меньше риска заразиться, чем в Таиланде или Вьетнаме. Тем временем вакцинация от коронавируса проходит уже в 33 странах. Как сообщает издание Bloomberg, уже использовали более 13 миллионов доз. Лидеры по количеству привитых – Китай и США. Инна Косинская, Телеканал Дом. Павла Шеремета предупреждали об угрозе его жизни, но журналист не воспринял информацию серьезно. Об этом Радио Свобода заявил Олег Алкаев, бывший начальник Минского сезона номер один, выехавший из Беларуси и сам ставший мишенью белорусских спецслужб. Он автор разоблачающей книги «Расстрельная команда», которую редактировал и издал Павел Шеремет. Вместе они готовили к печати и второе издание. Алкаев отметил, что журналист был опасен для режима Лукашенко своей публичностью. А Шеремет был носителем информации и опасен чем был еще? Он имел доступ к средствам массовой информации. Он человек медийный. Я, допустим, человек кабинетный, а он медийный. У него там и радио, и телевидение было в Шеремет. Он в любой момент, как бы ему кнопку нажать и озвучить что-то на весь белый свет, мог это сделать. В этом он был опасен. Ну и как носитель информации, как издатель и как продолжатель работы над продолжением книги, конечно, он был опасен. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Под его автомобиль подложили взрывчатку. По подозрению, в совершении преступления задержаны трое украинцев. Накануне были обнародованы аудиозаписи с обсуждением подготовки к убийству Шеремета. Голоса на них могут принадлежать белорусским силовикам. Интеграция украинских госшакхт в центр «Энерго» произойдет в первой половине этого года, заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в интервью изданию «Интерфакс Украина». По его словам, к марту будет известно, какие угледобывающие предприятия можно объединить и их ресурсы. В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мер по созданию акционерного общества с участием государственных шах, от аренды которых отказалась частная компания «Детек». В первую очередь, кандидатам для интеграции рассматривают «Доброполий уголь» – одного из крупнейших производителей угля газовой группы. Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию. И уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с «Центрэнерго». Пять городов Донецкой области остались без воды. Порыв на крупной магистрали Горловка-Торецкая сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Последствия аварии затронули около 38 тысяч жителей Торецка, Железного, ПГТ, Пивничного и Пивденного, а также частично Щербиновки. Ремонтные работы продолжаются и прогнозов по срокам возобновления водоснабжения коммунальные службы пока не дают. Чтобы не отключать котельные, в регионе создали резервный запас воды. А в укупированном Крыму опустошили Инкерманское озеро. Самопровозглашенные власти планировали водозабор на миллион кубометров воды. Но запас истощился гораздо быстрее. Выкачали всего 80 тысяч кубов. Спустя месяц после прокладки труб их разбирают. 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина. После оккупации в 2014 году поставку прекратили, перекрыв Северокрымский канал. Тур в лес на тракторе. Такое развлечение придумали для туристов, жителей села Безводное в Винницкой области. После экзотической поездки гостей угощают ухой из толстолоба и свиных ножек. Об особенностях зеленого туризма в Безводном расскажут мои коллеги. Вот на таком сельскохозяйственном тракторе жители села Безводное катают туристов по местным лесам. Можем покатать по наших лесах, очень хорошие у нас лесы. Мы не зачипаем свою флору, что есть, где упало дерево, где лежит, где не лежит. Мы стараемся объехать его, чтобы ничего не... Потому что мы хотим развинуть зеленый турист. В кузов вмещается до 10 человек. Приехав в лесную чащу, еще один сюрприз. Там туристов радушно встречают с караваем. Хлеб на сель. Пока туристов знакомят с местными достопримечательностями, прямо в лесу им готовят обед. На костре в чугунном столетнем баняке. Варится уха из толстолоба и свиных ножек. Это фирменное блюдо села. Свинина ножка. И всякая зелень, морковка, цебулька, все-таки домашняя. И в конце рыбка. Толстолоб. О том, как живут безводно, местные не только расскажут и покажут, но и споют. Вернувшись в село, показывают оригинальный стиль улиц. Заборы, украшенные национальными украинскими платками. А переночевать предлагают в сельской хате на печи. Туризм сейчас поможет сохранить село, сохранить традиции, которые раньше в селе были. И наши молодцы, наши люди хотят эти традиции сохранить, передать, чтобы видели, как мы живем. Весной местные планируют установить в лесу горячие чаны с родниковой водой. За угощение у постояльцев денег не берут. Говорят, пока для каждого в приоритете популяризация традиций села. Арина Кантонистова, Виталий Демиц, Винницкая область, Твой дом. Будьте в курсе всего самого важного и интересного. 24 часа в сутки. Подписывайтесь на наши страницы в YouTube, Telegram и Instagram. Следите за нами в удобное для вас время. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok